Шалом уважаемые дамы и господа. Когда-то в древности у великого Раби Йоханана бен Закая было пять учеников. И вот перечисляют их достоинства. Раби Элиезер бен Горкунус подобен выкопанному в земле резервуару для воды, чьи стенки внутри покрыты известью, так, что из него не просочится ни капли. То есть имеется в виду человек, который вот все знания, которые он впитывает, ни одно из них не выйдет. Раби Йошуа бен Ханания, счастливо родившая его. Тут тоже вопрос, в чем здесь, в принципе, он был великий человек, да, Раби Йошуа бен Ханания, знаменитый мудрец, но при чем здесь счастливо родившая его? А предыдущий герой, великий мудрец, а почему там не подчеркивается момент, счастливо родившая его? Написано, что он стал таким заслугой его матери. Раби Йошуа бен Ханания, будучи еще в утробе матери, а потом уже в колясочке его мать посещала постоянно синагогу, посещала бейт-мидраж, молитву изучения Торы, так, что уже с маленького возраста он смог впитать в себя вот эту великую божественную энергию. Третий, Йосея Коин благочестив, хасид. Что такое благочестив? Сложно передать истинное значение слова хасид. Идет праведник, потом хасид. Хасид, он, я не люблю эту фразу, но всегда ее говорю, обычно, чтобы немножечко заставить задуматься, он всегда вне закона. То есть, он выше, чем закон. Если закон требует во время молитвы определенные вещи, то он устрожает. Но если закон требует быть меньше милосердным к определенному человеку, то здесь хасид, наоборот, больше милосерден. Он старается быть в чем-то выше, чем закон в позитивном плане. И это был Раби Йосей Акоин. Раби Шимон бен Натанель боится греха. Боясь греху – это великий дар, великая работа. Что иногда даже человек, который не знает или не обладает такой сильной мудростью, но он понимает его вера к Богу настолько чиста, что он никогда не нарушит, потому что он боится. И причем он не то, что боится наказания, он боится самого Всевышнего. Ему стыдно перед ним. Давайте посмотрим последний из его пяти учеников. «Элазар бен Арах подобен неиссякающему источнику». Написано «Мааяна Мидгабер». Мидгабер, который все время идет и бьет ключом. И вы знаете, что в конце этой мишны, к какому выводу приходят мудрецы? Они говорят так, что самый высокий уровень – это вот этот источник, который постоянно бьет ключом. И мы задаем вопрос, почему? Ведь эти люди, по идее, они в чем-то все равны. Но тут есть один момент, который замечают наши мудрецы. Они говорят, что вот этот источник, он поет других. Все предыдущие герои, их величие было на каком-то личностном уровне. Ну, во всяком случае, здесь написано. Причем я уверен, что эти люди приближали евреев и обучали Тори. Они были гениальны и равны во всем. Но здесь, в данном случае, их качества показаны для нас как пример определенной структуры или какого-то подъема по духовной лестнице. И вот нам показывает, какое поведение самое лучшее из всех этих людей – «Мааяна Мидгабера». Вот этот источник неиссякаемый, от которого могут все пить. И он становится еще лучше, еще сильнее. И он вечный. Человек, который поет водой, а вода – это Тора всех, всегда и вечно. Любой человек, он на самом высоком уровне. Шалом-шалом.